Пища богов, черное золото или глюкозная бомба – это все шоколад. Одни его презрительно отвергают, другие обожают. Лично я отношусь ко второму типу людей, потому что ни одного дня представить не могу без молочного батончика. Наша съемочная группа решила узнать секреты приготовления удивительного и вкусного десерта. Результаты в следующем материале. Теперь за весь шоколад в вашей квартире отвечаю я, повелитель шоколада Сергей Овчинников. Познал я искусство шоколадье после встречи с кондитером Оксаной. Девушка научила меня тонкостям приготовления всеми любимых сладостей. Шоколад – это тот продукт, который требует технической базы подготовки и также он требует определенных условий. При работе с шоколадом у нас должно быть прохладно в помещении. Сейчас у нас с вами 16-18 градусов, то есть мы здесь в условиях холода, сейчас будем работать. Ну, помимо черного, у нас есть еще и белый шоколад. Конечно, есть еще и белый шоколад. Но немногие знают, что белый шоколад, по сути, это не шоколад. Это продукт, который производится из какао-масла. Туда добавляется сухое молоко, сахар. А начали мы с черного шоколада, который разогрели до 45 градусов. Перемешали и разлили на холодный стол, где он остыл. Этот процесс профессиональные кондитеры называют темперированием. Мы выливаем наш шоколад прямо на стол и немножко оставим, потому что, чтобы потом не нагревать наш шоколад, но если надо будет нагреть, мы воспользуемся феном. Нам понадобится шпатель и такая вот палетка. Палеткой мы разглаживаем шоколад. Он должен находиться в постоянном движении. Разглаживаем мы его по гранитному столу, который у нас температурой 25 градусов, и будем собирать. Смотрите, собирать можно двумя способами. Первый способ – это вот такой. В принципе, это самый удобный для меня способ. Второй способ – когда мы делаем вот так и счищаем шоколад. После того, как шоколад достиг нужной температуры, мы собрали его в кондитерский мешок и приступили к творческой части – украшению наших капель. Мы использовали какао-бобы, малины, манго, орешки и многие другие ингредиенты. И пока наши десерты застывали, мы перешли ко второму блюду – шоколадному болту и гайке. Предварительно я сделала формы, 3D-формы. Сейчас мы сюда зальем шоколад, дадим застыть, потом достанем, окунем в какао и продемонстрируем, что у нас получилось. Заливать необходимо внимательно, чтобы не было пузырьков, которые могут испортить вашу заготовку. Ну а пока наши инструменты твердели в холодильнике, мы приступили к самому интересному и необычному – шоколаду в виде флакона для парфюма. Создается он точно так же, как и капли, которые мы делали до этого. Кроме формы, эта плитка будет удивлять своими цветами. Залив форму, она отправилась в холодильник, а мы вернулись к главному вопросу – закрутится ли шоколадный болт в гайку. «Мужчина, берите, закручивайте». «Ну что ж, момент есть. Давайте я вам помогу». Шоколад любит прохладные руки, мои уже приучены к шоколаду. Таким образом мы закручиваем. И в конце нашей встречи мы раскрасили пищевыми красителями наш гламурный десерт. И после этого я получил официальное звание «Повелитель шоколада». Теперь я смогу приготовить такие же великолепные десерты, как и Оксана. После готовки мы отправились с кондитером попробовать наши шедевры, которые были великолепны. Сергей Овчинников, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар».